Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Гость в студии» с вами я, Светлана Карпухина. И сегодня у нас необычный гость, у нас абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» 2018 года, народный учитель Чеченской Республики, учитель общества знаний и права Алихан Мавладеевич Динаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Алихан Мавладеевич, расскажите немножко о том, как вообще начался ваш путь учителя, ведь говорят, что учитель — это призвание. Было ли у вас так, что это случилось по зову сердца? Наверное, это случилось по силу множества разных причин. Во-первых, я из педагогической семьи, и три поколения моей семьи были учителями, директорами школ. Моя мама на протяжении 20 с лишним лет работала учителем математики. И у нас в семье дяди, тети, моя сестра, дедушки, бабушки были учителями либо воспитателями в детских садах. С другой стороны, у меня был такой интересный студенческий опыт, когда я попробовал себя в качестве учителя и внезапно осознал, что мне это очень нравится. Причем произошло это нестандартно. Мы готовились к государственному экзамену в конце пятого курса, и я решил записать ответы и выложить их в интернет, ответы на различные вопросы. Неожиданно мои видео заслужили очень высокие оценки, получили много просмотров, в комментариях писали о том, как я доступно и понятно объясняю, многим это понравилось. Я понял, что это мое, у меня это получается, и с тех пор понял, что хочу быть преподавателем. Вот вы сказали, что у вас получается династия в семье. Все ли у вас родственники считают, что хороший учитель он должен быть только тот, который еще это призвание? Я думаю, что да, потому что с одной стороны быть учителем, безусловно, это призвание, это профессия, это огромное количество навыков, знаний и умений, которыми должен обладать человек. Вообще сегодня к учителю предъявляются очень серьезные требования. И учитель это своеобразный человек-оркестр, который умеет не только доступно и понятно объяснять, но умеет организовывать, контролировать, оценивать, координировать, модерировать и делать огромное количество других вещей. Вот насколько я знаю, у нас вот так в обществе считают, что две вот такие основные профессии есть, это врач и учитель. Обе очень ответственные, если бы не было учителей, не было бы и врачей. Все-таки это та профессия, в которой нужно идти из любви к чему, к делу, к ребенку или вот к чему, что нужно любить, чтобы стать учителем. Я думаю, нужно любить, во-первых, свой предмет, общество знания, историю, физику, химию. Очень сложно ввести предмет и объяснять, что бы то ни было, если тебе это не интересно. И, как правило, наши дети моментально это считывают, они моментально понимают, что мне, например, не интересна экономика или социальные отношения, а другому учителю и не интересна химия. Во-вторых, конечно же, учитель должен, многие не любят это слово и это выражение, должен любить детей, но мне кажется, что преподавать в школе и не любить детей и не осознавать, насколько важно быть для них другом, наставником, помощником, очень сложно. Конечно, как говорил еще Олег Николаевич Толстой, если вы любите и дело, которым занимаетесь, и детей, с которыми работаете, то вы отличный педагог. Вот мне кажется, вот это нужно совмещать, и хороший учитель, он любит учиться, сам любит учиться, любит учить и любит тех, с кем он работает. Вы строгий учитель? Нет. Я требовательный учитель, но я не строгий. Это одна из частей моего, один из элементов моего педагогического подхода, юмор, например. У меня есть целый мастер-класс о том, как юмор применять на уроках общества знаний и в целом в школе. Я стараюсь быть другом для своих детей, я стараюсь сделать все возможное, чтобы в классе была хорошая педагогическая атмосфера. Но в то же время я знаю, что, например, многочисленные научные исследования показывают, что если у учителя высокие ожидания по отношению к своим ученикам, то это способствует повышению их успеваемости. Если я от них многое требую, и если я верю в то, что они смогут этого добиться, они, как правило, этого добиваются. А где вот эта вот грань? Учитель, друг, вот это вот, чтобы не переступить и не стать больше другом, чем учителем? Я туда отмечу, что это такой дискуссионный вопрос. Плохо ли, если учитель становится больше другом, чем учителем? Это такой сложный дискуссионный вопрос. Я скажу так, это приобретается в процессе опыта. Только путем пробы и ошибок учитель понимает, где та граница, за которую он не может переступить, где та красная черта, линия, переходить к которой нельзя. При этом важно понимать, что с разными учениками она разная. И с родителями она тоже разная. С кем-то можно позволить себе чуть больше, с кем-то чуть меньше. Я прекрасно помню, я чуть ранее уже сказал, что там юмор, шутки, это неотъемлемая часть моего преподавания. И я прекрасно помню, каким для меня шоком и откровением стали слова одного из моих учеников, который подошел ко мне после окончания учебного года и сказал, Альхан Молодеевич, прекратите надо мной шутить, хватит надо мной издеваться. То есть он воспринимал мои, как мне казалось, безобидные, совершенно милые и вроде бы остроумные шутки, как обидные выражения, обидные заявления в его адрес. Я понимаю, что, опять же, к нему должен быть свой подход, к другому ученику другой. И в этом сложность и одновременно, наверное, прелесть работы учителя. Нужно эти границы искать, нужно пробовать. И в то же время есть определенные универсальные советы, которые, как мне кажется, помогают. Например, это обращение к ученикам на вы. Если я, как учитель, обращаюсь к ученикам исключительно на вы, а они ко мне исключительно по имени и отчеству, несмотря на то, что изначально между нами может быть и небольшая разница в возрасте, это уже создает между нами определенное пространство, определенную границу, которая заставляет нас вести себя соответствующим образом. А как вот заслужить любовь и уважение своих учеников? И нужно ли вообще заслуживать это? Я думаю, нужно. Почему? Потому что в подавляющем большинстве случаев дети сначала влюбляются, скажем так, или детям сначала нравится учитель, а затем уже его предмет. Вы можете вспомнить свою школьную жизнь, я думаю, наши телезрители вспомнят свои школьные годы. Нам нравился сначала историк, то, какой он человек, какой у него характер, какой стиль преподавания. А уже благодаря этому мы могли заинтересоваться историей, математикой или английским языком. Соответственно, это очень важно сделать так, чтобы заслужить любовь детей, но прежде всего, мне кажется, и в большей степени нужно заслужить их авторитет. Знаете, каждое 5 октября на День Учителя я получаю, к счастью, десятки поздравлений от своих бывших учеников. Как учитель общества знания могу сказать, что ни один из моих учеников не благодарил меня за то, что я, например, научил его различать, где федеральные, где региональные, а где местные налоги. Или научил различать его под системы, политической системы, а эти страшные вещи я рассказываю своим ученикам. Они благодарят меня за другое. За то, что занятия были интересными, веселыми, за то, что там была приятная атмосфера, за то, что я был для них другом, наставником, что они могли со мной поговорить, поделиться своими проблемами, что я готов был протянуть им руку помощи или стать человеком, который выслушает их. Это очень важно. И мне кажется, что если мы, учителя, заслужили авторитет наших учеников, если они нас ценят, уважают и любят, тогда они заинтересованы и в нашем предмете, тогда у нас будут и хорошие предметные результаты обучения. Ну вот, наверное, раз в год или, может быть, несколько раз в год к вам приходит новый класс, новые абсолютно дети. Вот как вы с ним выстраиваете вот этот вот диалог, чтобы они к вам, ну, испытывали вот это чувство уважения, чтобы у вас был авторитет учителя, но при этом вы еще были друзьями с ними. Я прежде всего отмечу, что заслужить авторитет и любовь за первый урок, иногда и за первую четверть, иногда и за первый год работы крайне сложно. Для этого нужно время. Дети привыкают к учителю, учитель привыкает к детям. Мы учим, изучаем друг друга, понимаем друг друга, и благодаря этому между нами выстраиваются какие-то теплые, иногда не очень теплые взаимоотношения. Мне кажется, очень важно, чтобы учить дети видели, что учитель, во-первых, знает свой предмет, разбирается в нем, потому что сложно уважать специалиста, который на самом деле не является специалистом в своем предмете. Сложно уважать не специалиста, который выдает себя за знатока математики или русской литературы. Во-вторых, очень важно, чтобы дети чувствовали положительную, приятную, доброжелательную, так лучше сказать, психологическую атмосферу. Они понимали, что их уважают, их ценят, им готовы помочь, им, опять же, как я чуть ранее сказал, готовы протянуть руку. Вот это тоже за один урок дети, скорее всего, не прочувствуют, но за несколько уроков, за несколько четвертей они могут понять, что учитель готов им помочь, что учитель им не просто улыбается, это не просто натянутая улыбка, которая стала своеобразной маской, которую он одевает, войдя в школьный кабинет, а это его искреннее желание помочь своим ученикам. И тогда, я уверен, отношения с ребятами будут очень хорошими, особенно если на первых уроках учитель с детьми договорится об определенных правилах, которые все должны соблюдать. Вместе проговорить правила, вместе сформулировать правила, вместе записать своеобразную конституцию нашего 6-го Г-класса на уроках общества знания, которую все должны соблюдать, крайне важно и очень полезно с педагогической точки зрения. А ученики становятся вам друзьями? Во время обучения? Становится, безусловно, и я очень рад, я горд, я счастлив, что многие мои ученики, сегодня став уже студентами или даже закончил университет, являются моими без всяких преувеличений друзьями. Кто-то из них к моей гордости пошел в школу или в университет и преподает в университетах, в колледжах, кто-то работает в целом в системе образования, в других системах. Для меня это важно и очень многие мои друзья – это мои бывшие ученики. Я вот пока изучала вашу биографию, с вами мы тоже немножко перед началом поговорили, узнала я, что вы много путешествуете по разным городам, много рассказываете о профессии учителя, делитесь своим опытом с коллегами. Мешает ли это вам как-то в работе учителя с вашими детьми? Ведь уроки общества знания, наверное, каждую неделю проходят в классах. А иногда каждый день, если у вас полторы ставки нагрузка, про две ставки даже не говорю, это уже крайне сложно. Безусловно, если я скажу, что не мешают, я буду лукавить и буду обманывать уважаемую аудиторию, которая нас смотрит. Разумеется, мешают. К счастью, здесь удается как-то сделать расписание более гибким. Я, разумеется, стараюсь выстраивать свое расписание при поддержке директора так, чтобы мои занятия были сгруппированы в 2-3-4 дня, чтобы у меня несколько дней были свободными, которые я мог посвятить на прочую работу. Действительно, езжу очень часто и по моим прикидкам Ульяновской области, Ульяновск примерно 45-й, может быть даже 50-й регион России, где я побывал за последние 5 лет. И при этом очень часто я езжу с ноутбуком, провожу онлайн-занятия и при этом стараюсь всегда оставаться на связи со своими учениками и со студентами, потому что я также работаю в нашем педагогическом университете и стараюсь помогать и готовить современных высококвалифицированных педагогов. На успеваемости это как-то сказывается в негативном ключе или вы стараетесь делать все возможное, чтобы только все хорошо было, только пятерки-четверки? Разумеется, у меня есть ребята, которые заканчивают год с тройками, двоечников, к счастью, нет. Понимаете, здесь такой вопрос, который требует экспериментальной проверки. Вот если бы я, скажем, один год никуда не ездил и целиком занимался бы только со своими учениками, тогда у меня была бы возможность сравнить эти результаты. Я не думаю, что это как-то сильно негативно сказывается на ребятах, потому что мы, опять же, постоянно на связи, мы проводим все наши уроки, мы онлайн с ними активно взаимодействуем. Я стараюсь их мотивировать на самостоятельное обучение, потому что без этого в современном мире просто невозможно. Результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР в целом показывают, что с успеваемостью у нас проблем нет и ребята поступают в престижные университеты. Для меня всегда предмет особой гордости, когда в начале сентября мои бывшие ученики присылают мне студенческие билеты МГУ, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного университета и других престижных университетов нашей страны. А как руководство школы вообще относится к тому, что у вас такой загруженный график? Гордятся вами или наоборот, думают, опять ты куда-то уезжаешь? Опять ты куда-то уезжаешь, наверное, говорят учителя, которые меня иногда замещают, замещают мои уроки. А директор в целом очень положительно к этому относится. И в целом и ректор университета, где я работаю, поддерживает мои поездки и считает это очень важным с точки зрения распространения педагогического опыта, налаживания сотрудничества с другими регионами, школами, университетами. И в целом я сам к этому отношусь тоже положительно. Для меня это всегда новый опыт, новые знакомства, новые города и интересные достопримечательности. И в целом каждая поездка, она дает мне что-то новое, что-то полезное, что я использую в своей практике. Я приезжаю не только для того, чтобы учить местных учителей. Я прекрасно понимаю, и это факт, что местные учителя, куда бы я ни приехал, очень часто учат меня многому интересному, полезному и эффективному. Вы сегодня к нам в Ульяновск приехали с лекцией о том, как правильно хвалить ребенка. Это, наверное, будет полезно не только учителям, но и родителям тоже. Есть какие-то базовые совсем правила, которые, возможно, часто нарушают или вообще даже о них не знают? Безусловно. Этот мастер-класс посвящен похвале, критике. Многие считают, что это обычное, естественное дело. Если вы хотите, я могу прямо на вас проэкспериментировать. Давайте. Вы мне скажете, какая похвала вам кажется корректнее, приятнее и интереснее. Хотя, понятно, индивидуально, в каждом случае все может быть по-разному, но давайте проверим. Первый вариант, я говорю, Светлана, вы прекрасный журналист, мне очень нравится то, как вы работаете, и я уверен, что у вас великое журналистское будущее. Это первый вариант. Второй вариант, например, я говорю так, Светлана, мне очень нравится, как вы задаете вопросы, вы умеете проникнуть вот в эти детали, и я чувствую, что благодаря вам я раскрываюсь как спикер, как учитель, как человек. Мне вот, я это очень ценю, я вспоминаю сразу свои, свой журналистский опыт, он у меня тоже есть, я так, к сожалению, не умел. Второй мне нравится больше. Почему? Потому что мне кажется, что он более искренний. Первый, все-таки, о том, что у меня великое журналистское будущее, оно как-то, ну, не верю я в это. Не верите. Ну, нужно верить в себя, безусловно, я в этом не сомневаюсь, что оно у вас есть, именно такое будущее. На самом деле, очень важно хвалить не ребенка, или в скобках взрослого, в целом, и говорить ему, ты молодец, ты умница, ты гений, ты будущий Сальвадор Дали, или Иван Александрович Гончаров, а отмечать какие-то нюансы, детали в его работе. Самый простой эксперимент, который любой родитель может провести прямо сегодня дома, это оценить то, как его ребенок рисует. Можно подойти и сказать, там, Андрей или Коля, мне так нравится, как ты рисуешь, ты великий художник. Скорее всего, ваш ребенок даже не обратит на это внимание. А если вы посмотрите на его рисунок и скажете, какое яркое солнце, какие необычные разноцветные цветы ты нарисовал, или я смотрю на эту картину, и мне хочется здесь побывать или полежать на этой зеленой травке, ребенок начнет с вами разговаривать. Он скажет, да, я тоже хотел бы здесь полежать, спасибо маме, что оценила это. Очень важно описывать детали, очень важно делиться чувствами, а не оценивать ребенка в целом. Это, кстати, касается и критики. Многие и учителя, к сожалению, и родители часто позволяют себе выражения вроде, Андрей, ты ужасный, ты плохой мальчик, ты отвратительно учишься и так далее. Нужно не критиковать ребенка, в скобках, в целом, любого человека в целом. А нужно делать замечания по поводу конкретного поступка и говорить о последствиях этого поступка. Ты обидел Наташу, посмотри, она плачет, она расстроилась. То есть не говорить ему, что ты ужасный мальчик, а ты обидел Наташу, это было неправильно, нехорошо. То есть очень важно указывать на конкретные детали, а не ругать или хвалить личность в целом. На самом деле подобных правил очень много, может быть, позволю себе буквально еще одно, которое будет интересно нашим зрителям. Очень часто мы, хваля детей, хвалим их за ум. Говорим, Светлана, ты очень умная. Или мы говорим, Анастасия, ты настоящий гений и так далее. А вместо этого, и это, кстати, научно доказано на протяжении множества различных экспериментов в разных странах, уже лет 50, это повторяется и доказывается, нужно хвалить за усилия. Не просто, Светлана, вы прекрасный журналист, а сказать, Светлана, вы много работали для того, чтобы оказаться в этой студии и работать на телевидении. Вы проложили много усилий. Не говорить, что, Николай, тебе так легко дается математика, а вместо этого говорить, Николай, математика это сложный предмет, я так рад, что ты в нем разбираешься, я вижу, что ты усердно работаешь для этого. То есть важно хвалить детей за усилия, за приложенный труд, а не за их талант, потому что это формирует у них установку на то, что этот талант им дан от рождения, и что я не могу его должным образом развивать. А другая, первая установка, когда я оцениваю ваши усилия, она направляет детей на то, что если я буду и дальше трудиться, учиться и прикладывать усилия, я смогу добиться еще большего и буду расти, расти и расти. Вот вы сегодня столько мне говорили хвалы, что даже как-то непривычно ее столько в таком количестве слышать. Чаще всего мы, наверное, все-таки слышим, как нас ругают и в школе, и родители как-то больше замечают наши недостатки. Вот как правильно тоже указать ребенку на то, что он все-таки хулиган, а не послушный мальчик, чтобы вот какие слова нельзя говорить ребенку в такой ситуации? Я действительно много сегодня хвалил и критиковал и вас, и наших зрителей. Кстати, вы можете после нашего эфира и похвалить, и покритиковать меня на основе тех правил, которые я вам предложил. Это не мои правила, это научно обоснованные, доказанные правила, это будет такая рефлексия, как говорят учителя по итогам нашего интервью. Вообще первое правило я уже сформулировал, нужно не критиковать ребенка в целом, а критиковать его конкретный поступок. Очень многие эксперты советуют использовать так называемый принцип бутерброда, когда сначала мы хвалим ребенка и говорим о каком-то положительном действии с его стороны. Потом, это собственно два кусочка хлеба, между которыми там кусок, между которыми масло или может быть кусок колбасы и собственно вот этот кусок между, часть между двумя кусками хлеба это замечание, это критика, которую мы делаем, опять же указывая на конкретный недостаток, на конкретную проблему, с которой мы сталкиваемся. А закончить все это снова похвалой. Многие специалисты советуют еще отказаться от так называемых ты сообщений, потому что мы очень любим говорить нашим детям и не только детям, это и в семейных отношениях, и в дружеских отношениях, и соседям мы такое любим говорить, что ты мне мешаешь, что ты ведешь себя неправильно. И вот это тыканье, оно настраивает ребенка на ответную реакцию. Если я, например, вам говорю, что вы неправильно себя ведете, или я ученику могу сказать, ты неправильно себя ведешь, первая реакция у ребенка это, нет, я правильно себя веду, ты меня не понимаешь, или хочется что-нибудь даже там съязвить, пошутить или в ответ какую-то негативную реакцию выразить. Вместо этого специалисты советуют использовать я сообщение. Не говорить, что ты мне не нравишься, ты ведешь себя неправильно, а я чувствую себя некомфортно, когда в классе шумят. Не обязательно даже непосредственно говорить этому конкретному ученику, иногда достаточно просто подойти к нему или просто посмотреть на него, не акцентируя внимание всего класса на то, что именно вот этот ученик или ученица вам мешает. Я сообщения, они очень эффективны, когда мы говорим о своих чувствах, и тогда ребенок начинает думать, что я ему мешаю, оказывается, ему это не нравится, наверное, стоит вести себя иначе. Надо понимать, что это не панацея от всех бед, но в комплексе, используя я сообщение, используя принцип бутерброда, используя критику за конкретные поступки и говоря о возможных последствиях этих поступков, поведение ребенка может исправиться, может, подчеркну. Это не означает, опять же, что эти методы всегда работают, нужен индивидуальный подход. Где-то нужно быть просто для ребенка примером, где-то может быть нужно иногда связаться с его родителями. И у меня есть такая редко используемая, но эффективная практика, когда я пишу родителям письма. Раньше я даже рукописные письма писал лет 5 назад, но сейчас, к сожалению, времени катастрофически не хватает. Я пишу, печатаю, но в распечатанном виде с подписью отправляю через ученика это письмо родителям. Что интересно, они всегда отвечают, всегда. Как минимум позвонят, иногда таким же письмом, иногда рукописным не отвечают. Это тоже хороший, эффективный прием. Приемов много и, опять же, единого варианта нет. В этом и трудность, и, опять же, удивительная особенность нашей профессии, работы учителя. Нет ни одного педагогического приема, который срабатывал бы в 100% случаев. Я правильно понимаю, что все-таки оскорбление это табу в том, что ребенка нельзя называть идиотом, дураком? Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. К сожалению, в последнее время появляется много видео, которые широко распространяются в социальных сетях, где учителя позволяют себе крайне некорректные, иногда оскорбительные высказывания в адрес учеников. Как правило, они встречают либо ответную реакцию в виде слез, либо такую же гневную реакцию со стороны учеников. Ни к чему хорошему это не приводит. Это крайнее проявление не только непрофессионализма, а мне кажется, просто хороший человек, воспитанный человек не может себя вести. Неважно, учитель он, врач, инженер, журналист или политтехнолог, он просто не может таким образом говорить и разговаривать с другими людьми. Сейчас у нас в России объявлен год педагога-наставника. Основная задача, ну не основная, наверное, одна из задач — это повысить престиж профессии учителя. Вот есть какие-то несколько пунктов лично у вас, почему эта профессия все-таки престижная считается, потому что многие думают, престижная профессия — это какая-нибудь в правительстве или так, за которую много денег платят. Но все-таки учитель — это не та профессия, куда идут ради денег, и не та профессия, которая связана с какими-то руководящими должностями. Вот все-таки какие престижные критерии есть у этой профессии? — Я думаю, что профессия учителя, безусловно, является ценной, важной, значимой. Мне хочется сказать, что она является престижной, но престиж — это общественное восприятие значимости той или иной профессии. И если общество в целом так не считает, называть профессию престижной невозможно. Вы верно отметили по поводу денег, как правило, престиж профессии коррелирует и связан с уровнем дохода. с зарплатами в этой сфере. Если он низкий, то профессия как бы уж автоматически не может считаться престижной в глазах подрастающего поколения, например. В то же время я отмечу, что сегодня у учителей есть столько возможностей для роста и развития, сколько, пожалуй, не было никогда в истории России, ну и, наверное, в истории нашего мира. Потому что учитель сегодня может, вне всяких сомнений, зарабатывать хорошие деньги. Может это делать. Он может преподавать, он может работать репетитором, он может ввести онлайн-курсы, он может быть спикером, он может быть участником самых разных профессиональных конкурсов, как педагогических, так и универсальных конкурсов. Он может зарабатывать. Но, безусловно, вы абсолютно верно отметили, что когда мы говорим про учителей, мы обычно не говорим о том, что туда идут ради больших денег. Хотя, подчеркну, могут зарабатывать большие деньги. Туда идут ради каких-то более важных, смысловых и ценностных вещей. Потому что говорят, например, что учитель — это профессия дальнего действия. Говорят, что учитель — это такая профессия, последствия которой могут проявляться и через 50, и через 100 лет. Учитель формирует будущее, учитель создает нацию, как очень часто говорят у нас в Чеченской Республике. И это профессия, которая, как правило, является очень благодарной. Вот я по своему опыту, по опыту своих родителей, и мать, и отец были учителями, я говорил об этом в начале, по опыту своих коллег, зная, что если мы, как учителя, ценим своих учеников, уважаем своих учеников, готовы им помочь, если мы их любим, в 99% случаев мы встречаем такую же ответную взаимную реакцию. И эта взаимная реакция, эта взаимность не исчезает и через 5, и через 10, и через 30 лет. Наши ученики нас помнят, они готовы нам помочь, готовы помочь в самых разных вещах, они готовы нам сделать скидку в магазине, куда мы придем, где они работают, они готовы нам оказать какую-то услугу, они готовы приехать в школу и выступить перед школьниками, они готовы поддержать нас, они нас ценят, они нас поздравляют спустя 20-30 лет. Мне кажется, это то, что в других профессиях либо отсутствует, либо встречается крайне редко. И сам факт того, что мы, учителя, можем формировать будущее поколения, которое будет формировать наше будущее, мне кажется, это уникальное преимущество нашей профессии, которая меня, например, изнутри согревает, мне помогает, мотивирует. И, конечно, самое большое преимущество нашей профессии от работы с детьми, потому что, когда я, например, вижу их... Извините, перебью вас, у нас эфир подходит к концу, был очень содержательный разговор. Я думаю, что учителя, родители, которые нас смотрели, они все-таки будут следовать этим советам, все-таки будут хвалить ребенка, а не только ругать. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, до новых встреч. Спасибо.